Всем привет дорогие друзья! С вами Маракаси и вы смотрите передачу лучшие танки для прокачки. Очень часто многие игроки задаются таким вопросом, какую же все-таки ветку лучше прокачать? Ведь в нашей игре очень много разных танков и не все они нагибают, некоторые серьезно отстают от своих конкурентов. А чтобы прокачать танк до 10 уровня потребуется много времени, сил и терпения. И наверняка никому не захочется разочароваться в танке, который он так долго качал. И как раз в этой передаче я постараюсь рассказать вам, какие лучше танки прокачивать, для того чтобы в конце не разочароваться, а гнуть на этом танке и получать удовольствие. Все мои советы основаны на личном опыте, но правда стоит отметить, что все-таки это субъективное мнение. И первые два танка, которые я рекомендую, это Объект 140 и Т-62А. Почему сразу два танка? Ну потому что по стиле игры они очень похожи. Да, если разбирать детально ТТХ, то можно найти отличия. Во-первых, у Объекта 140 лучше углы вертикальной наводки, у Т-62А покрепче немного башни. И еще многие небольшие отличия, но в целом суть этих танков одинаковая. Это ворваться, начать реализовывать свой ДПМ, танковать башней, очень быстро и весело закрутить противника. На этих танках можно атаковать какое-нибудь направление, занимать необычные интересные позиции. А если вы играете взводом из средних танков, то для вас открывается огромное количество интересных тактик. В целом эти танки просто превосходны. У них отличное, очень точное орудие с идеальной стабилизацией. Вы можете ехать на полной скорости и точно раздавать противникам в НЛД. Также есть отличное бронирование, особенно башни. Просто шикарно бронировано, можно танковать из-за всяких холмиков, неровностей и при этом пробить вас будет крайне сложно. Также можно прижаться к какому-нибудь большому тяжу и он будет видеть только лишь одну башню. Ему будет крайне сложно вас пробить, вы же будете спокойно их разбирать. У этих двух танков небольшой альфа-страйк, но зато очень высокий ДПМ, что позволяет при постоянной точной стрельбе наносить очень много урона. Также есть отличная скорость и маневренность. Стоит отметить, что на этих танках нужно думать. Конечно, плюсов у них много, но и недостатки значительные. Небольшой альфа-страйк, картонная броня корпуса, мало ХП и бездумно играть на них не получится, по крайней мере эффективно. Следующий танк, который я хотел бы вам посоветовать, это Т110Е5. Да, 110-ка уже не так гнет, как раньше, но по-прежнему можно испытать то чувство, когда ты динамично идешь в атаку, потому что скорость хорошая. Когда ты раздаешь противнику с вертухана, не потому что у тебя советская пушка, а потому что отличная точность, скорострельность, стабилизация хорошая. Когда ты вытанковываешь урон, потому что башня хорошо бронирована, корпус тоже. Когда ты доворачиваешь корпус, снаряд просто отлетает, потому что танк этот очень рикошетный. И все это делается на ходу, потому что танк очень динамичный и комфортный. В нем нету каких-то больших недостатков, которые раздражают. Тут все такое средненькое, не сказать, что есть какие-то стороны прямо суперские, которые тащат, но при этом нету каких-то больших недостатков. Есть хорошее орудие, точное, скорострельное. Да, альфа не очень большая, но позволяет довольно хорошо раздавать противникам. Есть броня, которая хоть и не является имбовой, но в принципе позволяет вытанковывать девятые и восьмые уровни, иногда даже десятки, если грамотно подставлять корпус. Также есть неплохая скорость. Да, максималка небольшая, но тем не менее она быстро набирается. Этот танк понравится тем, кто любит сбалансированные машины, у которых нету каких-то огромных плюсов. Это не имба, но тем не менее очень приятная машина. Но если ваша главная цель наносить много урона, при этом с одного выстрела, то вам отлично подойдет FV215B183. Это специфичная машина, которая может выдать с одного выстрела 1750 урона и больше. При этом пробитие фугасным голдовым снарядом 275, этого вполне хватает, чтобы выцеливать слабые места и пробивать почти любой танк в игре. Из плюсов стоит отметить хорошую скорость и динамику, как для такой большой ПТ-САУ. Также есть башня, которая хоть и частично поворачивается, но тем не менее серьезно облегчает выцеливание противников. Ну и самый такой большой плюс это то, что противники очень сильно боятся эту ПТ-САУ, потому что никто не хочет получить там на 1800 урона, а пробиваются противники сейчас только в путь. Также есть вполне неплохая броня, кто бы что ни говорил, но иногда FV-шка даже может немного потанковать. Конечно, есть море недостатков, которые иногда отпугивают игроков. Например, долгое сведение, плохая стабилизация, плохие углы вертикальной наводки, большой размер. Враги фокусят, конечно, эту ПТ-шку. Еще стоит отметить, что снарядов тут всего 12, это немного. Ну и также есть долгая перезарядка, 25 секунд. И, конечно, если не грамотно стрелять, не выцеливать слабые места, стрелять там на бум, куда попало, то много урона не нанесешь. А так, если все делать грамотно, то это просто машина для разрушения, для нанесения огромного количества урона. И это все танки, которые я хотел бы вам сегодня порекомендовать. Судьба этой рубрики будет зависеть от ваших лайков и комментариев. Также вы можете проголосовать за эту рубрику в моей группе ВКонтакте. Если вам она понравится, то я сделаю второй выпуск. И на этом все, друзья. Спасибо огромное, что вы смотрели. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Желаю вам всего самого наилучшего. С вами был Маракаси. До скорых встреч, друзья. Пока.